Всем привет! Привет-привет! Наконец-то мы снимаем наш очередной выпуск в очень необычном месте. Да. В очень необычной стране. Очень особенная страна на самом деле. Очень красивая. Ну. Да. Долго мы не снимали видео, потому что у нас были на это очень весомые причины. В общем, у нас пополнение в семье. Да. У нас уже 31 неделя. Так что вот такие дела. Можете поздравить. Мы сейчас решили заняться полезным делом. Мы пойдем погуляем и заодно снимем что-нибудь, что тут можно показать. Ну что, пошли? Пошли. В общем, как вы поняли, мы находимся в России. Погода, конечно, очень суперская. Мы сюда приехали к моим родителям. Они живут именно здесь, где мы сейчас стоим. Ну что, пойдем гулять? Да. Место, где мы находимся в России, это село Становое. Вот герб этого села. Там два дерева и огонь. И мы приехали сюда, к центру этого села и покажем вам немножко, как тут все устроено. Здесь обычно летом очень красиво. Я тут шла, я знаю, я видела. Вообще, эта местность очень близка нам. Здесь произошло очень много событий, связанных с нашей семьей. Мы вам о них расскажем. Танюш, а что это за здание справа? Это любимое здание наших совершеннолетних парней военкомандов. О, а у нас, где мы живем в Латвии, не так просто попасть в армию, если ты хочешь. Туда приходишь, получается, утром, а вечером домой, как на работу. Тебе еще платится это. О, круто. О, красиво здесь. Да, у нас тут в центре сосредоточены несколько зданий, которые очень востребованы. Например, кафе и гостиница в одном здании находятся. Музыкальная школа очень такая на виду. Впереди библиотека. Все в одном месте. Очень удобно и комфортно. Ну, есть что посмотреть, есть что посмотреть. Архитектура очень интересная, да, советская. А здесь, вот когда какие-то праздники, вот в этом месте происходят всякие мероприятия, концерты. Ну, вот такие дела. Можно сказать, здесь прошли лучшие годы моего детства. О, смотри, Танюш, пятерочки. Давай пять. Таня, смотри, там пони. Кстати, там есть скамья примирения. Это надо садиться и мириться или как? Ну да, типа того. Пойдем, присядем. Это скамья примирения. Видишь, она такая немножечко косая. Значит, ты садишься на этот конец, а я сажусь на этот. Вот представьте, что мы поссорились. И она, по идее, должна быть скользкая. И мы должны такие гордые, обиженные съезжать в серединку и мириться. Дорогая, прости меня. Это меня. Мы уже намекали вам, что это место очень нам близко. И мы хотим немножко рассказать вам нашу историю. Ой, все началось в 2013 году. Случайно встретились в одном из южных городов России. В Анапе. В Анапе. И потом мы через год приехали к вам. Да, к нам домой, проездом переночевать, общаться. Но меня не было дома. Я была в Липецке, я училась. Но на следующий день... Мы приехали в Липецк, где она училась. И там мы уже запланировали встречу. Ну, в общем, мы так потом и встретились. Пообщались 20 минут, а потом мы поехали дальше. И все. Разверхали, все. И два года были почти без связи. Целых два года, представляете? Два. И через два года мы опять встретились случайно в Брянске. В общем, вот так. Мы начали потом уже после Брянска общаться каждый день. И через полгода я приехал сюда и сделал ей предложение. Можем рассказать вам, как я сделал ей предложение. Мы эту историю рассказывали уже раз в 200. Так что мы подготовились. Да. И теперь мы надеемся, что мы ее сейчас расскажем. И больше никто у нас не спросит. Хотя нам нравится об этом говорить и вспоминать, потому что это очень приятное воспоминание. Все было мальтично, трогательно. Запоминающе. Значит, дело было так. Мы общались. Уже полгода прошло. И все по социальным сетям. Ну, я думаю, что тянуть это? И решил. Взял и поехал сюда, к ней, делать ей предложение. Мы с семьей своей приехали сюда. Мы встретились. И у нас был ужин. Посидели, покушали, пообщались. Хотя ни у кого не было аппетита от волнения. Особенно у тебя. И я такой говорю, пойдем гулять. Беру Танюшу и ее сестру Вику. И идем втроем гулять. Гуляем, гуляем. Идем в центр. А я такая думаю, а зачем нам моя сестра третья? Ну, дело-то идет к предложению. А тут она такая с нами гулять. Еще с фотиком, пофоткает, говорит нас. Ну, ладно. И тут она встречает свою подружку, с которой она почти не общалась. Они встречаются, обнимаются. О, ура, сколько лет, сколько зим. И, короче, они и мы пошли гулять. Оставили нас я такая вау. Но на самом деле это все было запланировано, чтобы эта подруга пошла на встречу. Чтобы они начали подготавливать место, где я буду делать ей предложение. Я об этом даже не догадывалась. Был январь, была зима. Пятница 13-ая, кстати. И Вика и Лиля пытались там все украсить, сжечь свечи. И у них все потухало. Они замерзли. У них руки вообще отваливались уже от холода. А мы поэтому ходили кругами туда-сюда. Идем туда. Пошли обратно я. Ну, пошли. Пошли обратно. Они просто присылали мне сообщение. Нет, подождите, ничего не готово. Ну, и я так тянул, то быстро шел, то медленно шел. Ну, мы общались пока, фотографировались. Подошли почти к дому. Потом сказал, слушай, что-то я согрелся. А пошли обратно. И мы пошли обратно. Развернулись и пошли обратно. Думаю, что она обо мне думает. Туда-сюда гоняемся. Как-то непонятно все. Буду делать ей предложение или нет. В общем, мы шли по этой самой тропинке. Ты начал, по-моему, говорить что-то вроде, знаешь, нам вот хорошо вместе, да? Да. Мы общаемся. У нас общие темы. А давай никогда не расставаться больше. Я такая, ну давай. Ну, и она подумала, что это уже предложение. Да, я думаю, ну ладно. Она могла подумать, что я боюсь делать ей предложение, стесняюсь и типа того. Ну, волнение-то было, правильно? Ну, было, конечно. Хотя я знал, что ты не откажешь мне. Да. Я тоже знала, что я не откажу. Подходим мы к этому самому месту. Парк Рублева. И я вижу, где-то там вдалеке что-то горит. И вот мы уже подходили к этому месту, где уже свечи начинали гореть. Уже лепестки рос на дороге. Я их не заметила. Ну, и потом я начал ей рассказывать стихотворение. Я пол земли уже прошел, проехал. И разных стран немало повидал. Но лишь когда тебя однажды встретил, я понял, что с тобой счастливым стал. Как хорошо, что есть на свете ты. Мне на тебя никак не наглядеться. Танюшенька, ты часть моей судьбы. И я прошу твоей руки и сердца. И в этот момент я встаю на колено, достаю кольцо и задаю ей этот вопрос. Это было вот здесь. Вот где мы стоим. Ну и она такая реагирует. Да! Я такая ура! Думаю, наконец-то! И он такой, давай что ли обнимемся? И мы такие обнимаемся. А, обнимаемся. Ну, в общем, так. После того, как мне Илья сделал предложение, заметила, из свечей было сердечко здесь такое красивое. Я только его заметила, больше ничего. Ни лепестков, ни конфетти, ни конфет, ни свечей, которые были на лавочке. Ничего вообще. Потому что это было все так... У меня не было мысли, что это приготовили Лиля с Викой. Вообще никакой мысли. Вот. Здесь мы любим сидеть, находиться, наслаждаться. Когда приезжаем, да? Да. И дышать этим свежим воздухом. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Молода. Субтитры сделал DimaTorzok Как хорошо мы сегодня прогулялись, с пользой, с хорошими воспоминаниями. Мы были очень рады поделиться с вами нашей историей. Скоро мы уже будем не вдвоем снимать, а уже втроем. Мы уже втроем снимаем. И уже, между прочим, не первое видео. Да. Если кто-то уже заметил. Будем очень стараться почаще выпускать видео. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо еще раз за просмотр. И с вами были... Илюшина. Танюша. Мы вас любим. Субтитры сделал DimaTorzok